Меня зовут Мария Горнаева. Я старший исследователь информационной безопасности в Касперске АССЕРТ. Мы занимаемся расследованием атак на промышленные и индустриальные предприятия. Я рассказывала о некоторых историях целевых атак на промышленные компании за прошедшие два года, в которых поучаствовала лаборатория Касперского в их исследовании. Я хотела донести о том, что эти истории весьма разнообразны, и мотивация у атакующих тоже разнообразна. Достаточно сложная атака была Solar Wins. Собственно, об этом пишут все. Она оставалась незамеченной в несколько месяцев, и выявить это было действительно непросто. Мы проанализировали, например, сколько промышленных компаний могло скачать вот этот протрояненный продукт, и могло быть потенциальной целью для злоумышленников. Но всем известно теперь стало, что не все жертвы это таки бы являлись целью, и было интересно потом разобраться, а кто же является все-таки целью. Также я рассказала про давно действующие и очень активные группировки Lazarus APT-10, которые считаются, что они корейскоязычные и китайскоязычные соответственно. Здесь уже нету явной такой корреляции с геополитикой и с разными событиями. Это скорее какая-то их операционная деятельность. И у них просто колоссальный масштаб атак и география их атак, и постоянно меняющиеся цели. Нам это тоже очень интересно наблюдать как специалистам. Есть довольно простые атаки с точки зрения применяемых техник, но все еще они успешны. И мы тоже про это рассказываем, что, видите, не всегда бывает такая вот явная связь между сложностью атакой и ее успешностью. Нужно быть осведомленным о всех атаках, о том, почему они происходят, почему атакующие могут начать атаковать ваше предприятие, какая вот как бы у него мотивация может быть, какие могут быть последствия от этого. И что самое главное, в зависимости от того, кто является вот атакующим, какие, соответственно, средства защиты выстраивать при этом. Потому что они принципиально отличаются будут для простых атак, которые затрагивают, например, множество пользователей и, например, суперпродвинутых группировок, которые, например, спонсируют на государство. Мы, например, наблюдаем чуть увеличивающее число случаев, например, атак на различные сервера устройства, которые доступны из интернета. И, например, на VPN-сервера, на RDP-сервера. И у промышленных предприятий может быть тоже такая проблема, когда их сотрудники сидят там по RDP и по VPN. В целом, вектора так, они как бы остались прежними, просто они немножко отличаются из года в год в зависимости от текущей ситуации и так далее. В принципе, ландшафт-уброс для промышленных предприятий, он не сильно отличается от общего ландшафта. Вот. И, в принципе, можно проводить некую экстраполяцию иногда. Например, мы видим, что появилась какая-то уязвимость на какое-то устройство, и начинается резкий всплеск ее эксплуатации. Можно, в принципе, предположить, что это затронет также и промышленные предприятия тоже. Стереотип о том, что индустриальные предприятия очень хорошо защищены, в них есть правильное сегментирование сети. У нас есть многочисленные истории, когда это совершенно не соответствует действительности. И когда мы приходили на предприятие, нас попросили, и выявились просто многочисленные проблемы. Чаще всего это расходится, например, на бумаге и на практике. На бумаге действительно у предприятия может быть вот такая вот сетевая архитектура и что-то такое. Но есть практика, объективная реальность, когда администраторы просто решают чего-то не делать. Ну, короче, какой-то человеческий фактор. И мы просто постоянно это наблюдаем, и мы пытаемся об этом донести. Также мой личный вот такой пунктик – это вот то, что есть какие-то простые атаки, которых не стоит бояться. То есть мы про них все знаем, нас ничем удивить нельзя, а всегда оказывается, что можно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok